МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полиция выяснила личность мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре города Парамус, в штате Нью-Джерси. Им оказался житель маленького населенного пункта в Нью-Джерси, 20-летний Ричард Шуб. По данным местной полиции, он покончил с собой. Прибывший на место происшествия полицейский спецназ оцепил здание и эвакуировал людей. Как сообщил мэр Парамуса Ричард Лабарбьера, преступник произвел всего один выстрел. В результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту Монреале загорелся самолет Боинг-767 авиакомпании Роял-Эр-Марок, выполнявший рейс из Касабланки. Возгорание началось в багажном отсеке лайнера. Экстренная служба спасения эвакуировала 250 пассажиров и экипаж лайнера и быстро потушила пожар. В результате инцидента пятеро человек, спускаясь по трапам, получили травмы и были доставлены в больницы. Всего же оказалось семь пострадавших, однако двое от госпитализации отказались. Четырехэтажное здание строящегося коммерческого центра рухнуло в столице Нигерии Лагосе. Погибли, по предварительным данным, пятеро рабочих. По словам очевидцев, еще около 50 человек могут оставаться под завалами. Инцидент произошел на строительной площадке, расположенной в престижном районе на острове Виктория. Недвижимость здесь самая дорогая в Нигерии. На юго-востоке Турции не утихают протесты против планов строительства стены на границе с Сирией. Власти страны таким образом пытаются ограничить поток сирийских беженцев. Против этого строительства выступают курдские политические партии. На сегодня на территории Турции уже находятся почти 200 тысяч беженцев, спасающихся от гражданской войны, не утихающей в Сирии. В Тегеране тысячи людей собрались у здания, где раньше находилось посольство США. Таким образом, они отметили годовщину захвата депмиссии студентами-исламистами в 1979 году. Демонстранты жгли флаги Соединенных Штатов и выкрикивали антиамериканские лозунги, настаивая на том, чтобы нынешний лидер страны Хасан Раухани прекратил вести переговоры с США. В ночь на 5 ноября было эвакуировано почти 2000 человек со склонов вулкана Синабунг. Самый высокий в Индонезии вулкан вновь проснулся. Выброс из кратера вулкана продолжался более получас и достигал 7-километровой высоты. Предыдущее извержение Синабунга наблюдалось чуть меньше месяца назад. Вулкан Синабунг возвышается на 2460 метров и расположен в индонезийской провинции Северная Суматра. Прежде чем активизироваться в августе 2010 года, этот вулкан был неактивным в течение последних четырех столетий. Тропический шторм Соня, сформировавшийся у западного побережья Мексики, вынудил более тысячи жителей штата Синалуа покинуть свои дома. Стихия вызвала сильное наводнение и проливные дожди. Как сообщили специалисты из Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, скорость ветра в эпицентре стихии достигала 72 километров в час. Шторм постепенно ослабевает, однако обильные дожди на мексиканском побережье продолжатся еще несколько дней. В сентябре Мексика претерпела свое самое сильное наводнение в результате прохождения сразу двух ураганов – Мануэль и Ингрид. Тогда погибли более 150 человек, а экономический ущерб превысил 6 миллиардов долларов. Жители Нью-Йорка, крупнейшего города США, выбирают нового мэра. Если верить опросам, Большой Яблоко впервые за 20 лет может возглавить демократ Билл де Блазио. Ему готовы отдать свои голоса 65% избирателей. Его республиканского конкурента Джозефа Лоту, согласно опросам, поддерживают только 22% жителей Нью-Йорка. Выборы мэра американцы рассматривают как своего рода прогноз на исход больших выборов следующего года, когда полностью должен смениться состав палаты представителей, треть сенаторов и половина губернаторов. Олимпийский факел через два дня отправится в космос Байконура. Ракета-носитель «Союз» уже установлена на стартовой площадке. Запуск намечен на утро 7 ноября. В основной экипаж новой экспедиции на МКС входит россиянин Михаил Тюрин, американец Ричард Мастракио и японец Куити Ваката. Они доставят символ Олимпиады на орбиту, а уже 9 ноября российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесут сочинский факел в открытый космос. На землю огонь Олимпиады 11 ноября доставит экипаж Международной космической станции, которая в данный момент находится на ее борту. 5 ноября Индия запустила ракету с научно-исследовательским зондом, который полетит к Марсу. Таким образом, Индия стала первой азиатской страной, предпринявшей попытку исследования другой планеты. Ранее свои аппараты к Марсу отправляли только СССР, США и Евросоюз. Миссия зонда продлится 300 дней. Согласно планам разработчиков, аппарат достигнет Марса в сентябре будущего года. Американскую певицу Дженнис Джоплин удостоили звезды на Аллее славы в Голливуде. Это произошло спустя 43 года после смерти вокалистки. На состоявшейся церемонии закладки звезды, которая стала 2510-й, по счету на Аллее присутствовали брат певицы Майкл и сестра Лора. Дженнис Джоплин умерла в 1970 году в возрасте 27 лет. За свою недолгую творческую карьеру исполнительница выпустила всего 4 студийных альбома. В этом году ей могло бы исполниться 70 лет. В Москве во вторник официально стартовал конкурс красоты «Мисс Вселенная». Его устроитель, американский миллиардер Дональд Трамп, обещал сделать российское шоу самым грандиозным за более чем 60-летнюю историю мероприятия. Оно же, кстати, будет и самым представительным. За звание «Красивейшей девушки планеты» поборются участницы из 86 стран. Оценивать красавец будут члены жюри, самый известный из которых – вокалист группы «Айра Смит» Стивен Тайлер. Финал конкурса пройдет 9 ноября в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова